Добрый день, дорогие друзья! Миления, почему на вашем канале нет манной каши? Вот сегодня для тех, кто спрашивал, манная каша. Первый рецепт у меня самая обычная манная каша без комочков. Второй рецепт каша десертная, очень вкусная. Кому первый рецепт не интересен, переходите сразу ко второму рецепту. Начинаем готовить манную кашу. Нам нужно молоко, молоко мы выливаем в сотейник. Сотейник обязательно нужно сполоснуть холодной водой. Для приготовления манной каши я всегда использую венчик. Тогда у нас каша всегда получится без комочков. Это один из секретов. Второй секрет у меня. Молоко мы не доводим до кипения, то есть почти до кипения, градусов до 80. И всыпаем мангу. Так как молоко у нас не кипит и вы работаете венчиком, у нас манка хорошо распределяется в молоке. И тогда у нас никогда не будет комочков. Доводим манную кашу до кипения. Добавляем соль по вкусу и чайную ложку сахара. Когда я готовлю манную кашу, я всегда добавляю 20 грамм крупы на 200 миллилитров молока. Варим кашу 3 минуты. Вот такая она получилась по консистенции. Огонь делаем минимальный, потому что каша очень быстро пенится и так же, как и молоко, может убежать. Добавляю топленое масло. Можно использовать сливочное масло, у кого топленого нет. Манка очень быстро густеет. Сейчас нужно закрыть крышку и оставить ее минут на 5. Каша готова. Можно подавать к завтраку. Вот такой она получилась в консистенции. Когда вы приготовите первый раз, вы уже будете знать, больше вам манной крупы ложить или меньше. Для меня идеально 20 грамм на 200 миллилитров молока или молока с водой. Можно добавить дополнительно топленое масло или сливочное. Готовим следующую манную кашу. Манка в тарелке у нас. И у меня крупное сито. Я добавляю сюда какао-порошок 2 столовые ложки и сахар 1,5 столовые ложки. И просеиваю. Можно это без сито просто хорошо перемешать в какой-то емкости. Манку вместе с какао и с сахаром, чтобы у нас не было комочков. Сотейник споласкиваем холодной водой и выливаем молоко. Молоко доводим почти до кипения градусов до 80. Не забывайте, что молоко мы не кипятим. Добавляю соль и засыпаю манную смесь вместе с какао и с сахаром. Венчиком очень быстро перемешиваем. Комочков у нас тоже не образуется. Огонь уменьшайте. Делайте меньше среднего, ближе к минимальному. И варим 3 минуты на минимальном огне. Добавляю кусочек сливочного масла. Перемешиваю и отключаю плиту. Оставляю кашу настояться хотя бы минут 5. И можно приглашать к завтраку. Это необычная каша, но очень вкусная. Вашим детям, да и взрослым она очень понравится. Это любимая каша моего супруга. Он ее готов есть каждый день. Очень вкусная каша-десерт. Можете добавить взбитые сливки, замороженные у меня ягоды, свежие ягоды, немножко кокосовая стружка я посыпала. Просто добавить еще сливочного масла. Все, что угодно добавляйте к каше. Это очень вкусно. Делитесь своими рецептами вкусной манной каши. Приятного аппетита и до новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!